Здравствуйте! В эфире программа «Сахалин. Транспортные линии». В этом выпуске мы расскажем о модернизации взлетно-посадочной полосы в самом северном аэропорту региона Ахе. Она станет длиннее на 300 метров и позволит принимать более крупные воздушные суда. Также вы узнаете, какую работу проводит областной Минтранс, чтобы обеспечить авиадоступность всего Сахалина и Курильских островов. Смотрите прямо сейчас на телеканале ОТВ. Эти видеокадры сняты совсем недавно в северной столице Сахалина Ахе. В местном аэропорту идет реконструкция взлетной полосы. Она ведется в два этапа. На первом строительство объектов, необходимых исключительно для обеспечения полетов. Это взлетно-посадочная полоса, рулежная дорожка, водосточно-дренажная система, очистные сооружения, объекты энергетики, аэро- и метеонавигации, светосистема. Второй этап – реконструкция перона с устройством четырех универсальных мест стоянок воздушных судов, площадки для противообледенительной обработки самолетов, возведения модульной газовой котельной и аварийно-спасательной станции. В этом году мы проведем работы по переустройству забора. Если вы видите, текущий забор – это существующий периметр, он смещается, площадь аэродрома увеличивается, мы устанавливаем новое периметровое ограждение. Устраивается патрульная дорога 6,5 километров длиной, общим объемом 170 кубометров земли. Также перемещаются грунты, земляные массы здесь по местности, ведется вертикальная планировка, порядка 500 тысяч кубов. Это все работы, которые будут выполнены в этом году. В общем, планируется сделать новую взлетно-посадочную полосу, которая будет длиннейше существующей. Все работы по устройству в новой полосы будут закончены в следующем году. Вопрос о новой взлетно-посадочной полосе самого северного аэродрома на Сахалине назрел давно. Действующая ВПП была построена в 1975 году и нуждается в замене. Ее длины недостаточно для приема современных воздушных судов. Поэтому авиакомпании вынуждены отправлять в Аху самолеты с уменьшенной загрузкой. Строительство новой взлетно-посадочной полосы имеет большое значение для повышения безопасности полетов, мобильности людей и развития всего Ахинского района в целом. Неоднократно подчеркивали региональные власти. Именно поэтому работы на этом объекте держатся на особом контроле в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства и лично у губернатора. Сегодня они идут по графику и есть основания полагать, что уже в следующем году аэропорт Ахи получит новую полосу для взлета и посадки самолетов. При этом существенно повысится безопасность полетов. Полоса длиннее старой на 300 метров и имеет протяженность более полутора километров. Плиты для взлетки доставляют в Аху из Владивостока через порт Москальво. Таким образом, реконструкция Ахинского аэродрома на два года обеспечила работой и самые северные морские ворота Сахалина. Всего смонтировано более 8 тысяч аэродромных плит. Здесь будет выполнен большой комплекс работ по переустройству коммуникаций. Получается, будет устроено новое освещение, метеооборудование, биоакуистическая система. Большой комплекс работы по устройству вспомогательных зданий и сооружений. Полностью все обновится, кроме самого здания аэровокзала. Модернизацию взлетно-посадочной полосы руководства области и аэропорта хотели провести еще в 90-х годах. Разработали проект удлинения, который успешно прошел экспертизу. Землетрясение в Нефтегорске повлияло и на саму взлетку, которая покрылась диагональными трещинами, и на планы. Вопрос отложили до лучших времен. Дальше в намерении по реконструкции вмешались экономические кризисы. Сначала в 98-м, потом в 2008-м. Вновь подойти к реконструкции аэропорта и ВПП смогли в 2014-м. К непосредственному строительству и заряда обстоятельств перешли в 2019-м году. Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко, в целом по области идет масштабная работа по развитию региональных аэропортов, а следовательно по улучшению их работы. Для этого уже сейчас идет процесс создания совершенно новой авиакомпании на базе уже существующей. Авиатранспортное сообщение в регионе семимильными шагами развивается. Сейчас мы во главе процесса находимся по организации дальневосточной авиационной компании, которая будет обеспечивать не только Сахалинскую область, но и весь дальневосточный регион. По поручению правительства и президента мы этой работой занимаемся. На базе авиакомпании «Аврора» будет выстраиваться вот такая дальневосточная компания. Специфика этой компании заключается в том, что она будет сконцентрирована на региональных перевозках. И вот эти региональные перевозки для дальневосточного федерального округа, ну и естественно для Сахалинской области. Дальневосточная компания на первом этапе будет иметь организационно-правовую форму «Союз региональных перевозчиков». Стратегическая цель – обеспечить транспортную доступность субъектов Дальнего Востока с учетом их потребностей. Уже проработана маршрутная сеть, которая включает более 500 социально значимых направлений и свяжет более 400 населенных пунктов макрорегиона. Для пассажиров планируется подготовить удобное расписание полетов с максимально возможным количеством стыковок и небольшим временем ожидания рейсов. Очень значимый и существенный сектор в работе этой компании – это местные воздушные линии. И вот сегодня на Сахалине мы восстанавливаем сеть посадочных площадок, ну еще советского периода. Мы, так сказать, все, что новое – это хорошо забытое старое, но с развитием, конечно. В этом году мы восстановили посадочную площадку в Александровс-Сахалинске, делаем определенную реновацию в Зональном, ну и обновляется ряд сооружений в Шахтерске. В Шахтерск уже снова летают местные воздушные суда авиакомпании «Аврора». С 20 ноября этого года самолеты выполняют рейсы туда из Южно-Сахалинска и обратно два раза в неделю, что не может не радовать жителей Углегорского муниципального образования. Поездка на автомобиле или в автобусе из районного центра в областной длится не менее 4,5 часов. Даже маленькое воздушное судно преодолеет расстояние в 360 километров менее чем за час. Многие считают перелет более выгодным вариантом. Стоимость билета, благодаря субсидии региональных властей, составляет всего 2000 рублей. Ну, конечно, это удобно. Как мы знаем, на Сахалине очень много работает вахтовиков и быстрый доход до места работы и обратно домой очень необходим, потому что поезда это тоже, как мы знаем, не очень быстро, а домой хочется зачастую сразу бывает. Ну и, конечно, на работу быстро добраться, а не ехать несколько часов в машине, от чего можно просто устать сидя в машине на самом деле. Поэтому, да, конечно, это все необходимо и полезно нам. Считаю, это очень удобно на самом деле, потому что, ну, если так считать, вот как вы сказали, по времени, то это очень дорого и, в принципе, невыгодно, потому что, ну, примерно все надо ждать автобус, да, и доехать еще. И в плане, не знаю, времени, да. Ну, это очень выгодно, я считаю. Ну, и смотря еще как по цене, то да, наверное, это хорошо. Что касается межрегиональных перелетов, то сетка маршрутов постоянно обновляется. Конечно, не во все крупные города нашей страны можно попасть прямым рейсом. Помимо Москвы, для беспересадочного полета доступны основные аэропорты нашей страны. На материк традиционно летаем, это все города Дальнего Востока, ну, большая часть городов Дальнего Востока, это Хабаровск, Владивосток, Петропавловск, Камчатский, Благовещенск, Комсомольск, вот, потом города Сибири, Иркутск, Новосибирск, ну, а через, с определенными пересадками, которые, кстати, уже выстроены в компании, можно в любую точку вообще Российской Федерации улететь, ну, и за рубеж, когда это будет открыто. Еще один вопрос, который стоит остро на повестке дня в островном Минтрансе – возобновление рейсов в Хабаровск с северных аэропортов Сахалина. Пока это направление закрыто, но к его открытию руководство министерства готово. Этот момент, он сдерживается сейчас эпидемиологической обстановкой. Как только она возобновится, стабилизируется, мы, я думаю, что вернемся к этому вопросу, потому что маршруты все построены, значит, договоры все заключены, только стартануть необходимое все. Курильские острова тоже не остаются без авиасообщения. После модернизации и строительства местных аэропортов транспортная доступность улучшилась в разы. И сейчас курильчане могут спокойно летать в областной центр по субсидированной стоимости авиабилетов. На этом мы прощаемся до следующего года. С вами был Евгений Коньков и программа «Сахалин. Транспортные линии». Летайте самолетами, берегите себя и свое время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова